Время около пяти вечера. Наша съемочная группа в детском саду номер 7. Во дворе садика встречаем родителей, которые торопятся забрать своих чат домой. Спрашиваем, знают ли они что-нибудь о новшествах в работе дошкольных учреждений. Слышали, значит, о чем? Что в 5.30 садик будет закрываться, будет работать до 5.30, и будет одна группа для детей, которых родители не смогли просто забрать, где будет дежурный воспитатель. Ну, конечно, что можно сказать? Очень неудобно, потому что хорошо, что, допустим, мы работаем близко. Нам пройти 10 минут до садика. А есть родители, которым добраться проблематично. После половины шестого говорят, что вроде бы как будет организовываться платная группа за дополнительную оплату. То есть, если туда детей переводят, и дополнительно можешь оплатить их, они будут там. Мы всегда в 5 стараемся забирать, в 5.15. Поэтому, в принципе, у нас проблем нет. Я не знаю, как у других. Ситуация такая, что однажды, придя за ребенком в детский сад вечером, нам сказали, что до половины шестого мы можем теперь забирать ребенка. А если мы не успеваем, то ребенок будет оставаться в детском саду, но уже не с нашим воспитателем, а в дежурной группе за дополнительную плату. Это создает, конечно, неудобство, потому что мы иной раз не успеваем. На 15, 20, 30 минут мы будем иной раз задерживаться. Получилось, сколько родителей, столько и мнений. Однако о том, что время работы дошкольного учреждения сократилось, сказали все опрошенные в 7 детсаде. Так это или нет, и правда ли, что после половины шестого пребывания ребенка в садике будет платным? С этими вопросами мы отправились к заведующей 7 детсада. Родители могут забирать детей до 6 часов, но раньше, если мы работали 10,5 часов, то сейчас на 10-часовой режим работы перешли с 7.30 до 17.30. Если есть такая необходимость, что родители не могут забрать своего ребенка в 17.30, их ребенок будет находиться в дежурной группе до 18 часов на совершенно бесплатной основе. А вот что касается платных услуг, их необходимость сейчас как раз и рассматривается в дошкольном учреждении. Для этого с родителями проводятся беседы о том, нужно ли создавать дополнительные группы с 12, 14-часовым или даже круглосуточным пребыванием. Только по словам заведующей детсада, мам и пап, которые нуждаются в этом, единицы. В основном детей забирают около 17-20 часов. Мы в этом убедились лично, когда после посещения 7-го садика заехали в 9-й. Здесь на заборе уже висел замок. По словам главного специалиста управления образованием Ольги Роговой, перевод детсадов на 10-часовой режим работы должен был произойти еще в 2008 году, когда было принято соответствующее постановление правительства. Но мы, так сказать, идя по пожеланиям родителей, два года не меняли режим работы детских садов, на что нам было указано вышестоящими проверяющими организациями, оборнадзором, департаментом образования, о приведении в соответствие уставов дошкольных образовательных учреждений в части режима работы дошкольных учреждений. И поэтому было принято решение о внесении изменений в уставы и переводе детских садов на 10 часов пребывания в соответствии с действующим типовым положением дошкольным образовательным учреждениям. Теперь детсады работают официально с половины восьмого утра до 17.30. По словам Ольги Роговой, доплачивать родителям придется в том случае, если ребенок задерживается в садике как минимум еще на час. А вообще мамам и папам, которые по каким-то причинам не успевают забрать детей в положенный срок, лучше обратиться к руководству детсада. Возникающие проблемы будут решаться в индивидуальном порядке. Алена Теплова, Дмитрий Натура, программа «События».